Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Я думаю, многие из вас, те, кто интересуется темой домашних заготовок, знакомы с классическим домашним автоклавом Беларусь. Он выпускается более 22 лет, зарекомендовал себя как проверенное, надежное, качественное, главное, недорогое, народное решение. Но время идет, потребности у людей растут, и вот сегодня я хочу рассказать вам об автоклаве Беларусь Люкс, который, сохраняя все преимущества своего предшественника, старается исправить все его недостатки. Итак, начнем по порядку. Уже знакомый бак автоклавы Беларусь. Баки бывают трех номиналов 18, 24 и 30 литров. Выполнен он традиционно качественно, надежно, на века, но при этом бросается в глаза его новое белое покрытие, гладкое, блестящее, приятное на ощупь, гораздо более аккуратное и долговечное, чем у его предшественника. В эту горловину спокойно проходят большие трехлитровые банки, поэтому можем готовить не только тушеночку в литровых и полулитровых банках, но и джем и компоты больших трехлитровых. Внутри бака можно увидеть подставку для установки банок. Сразу же хочу показать днище бака, оно выглядит по-прежнему выпуклым, соответственно устройство предназначено только для нагрева на огне, на газу. На индукции это работать не будет, это нужно учитывать при выборе. Но за счет нового покрытия этот автоклав будет гораздо дольше, чем классическая Беларусь, сохранять свой симпатичный внешний вид. Его можно будет хранить не только в погребе или сарае, но и на кухне он вам вид не испортит. Ну а теперь перейдем к комплектации. Крышка стала больше, значит на ней появилась возможность разместить больше приборов. Из приятных вещей, из новинок, появился термометр. Термометр устанавливается вот в такую вот гильзу. В комплекте сразу идет лентафум, чтобы эту гильзу уплотнить. Соответственно вкручиваем и устанавливаем термометр. Следующий элемент это клапан сброса избыточного давления. Клапан сброса идет на 3 атмосферы. Дополняется вот таким вот переходником. Этот переходник через шланг, который идет в комплекте и укрепляется вот таким вот хомутиком. Дает возможность направить горячий пар, который вырывается из автоклава, из-под клапана, в безопасное место. Следующий прибор манометр. Устанавливается точно также на резьбу через ленту фум и затягивается ключом. Затягивать его вручную категорически противопоказано. Корпус у него пластиковый и легко можно повредить. Все остальные элементы точно также фиксируем ключами. Ну и последний элемент. Клапан сброса избыточного давления просто вставляется и с ответной стороны притягивается ключом. Вот таким вот образом выглядит крышка в собранном варианте. По сравнению с классическим автоклавом Беларусь, стало гораздо удобнее контролировать температуру внутри, пользуясь термометром, а не пересчитывая показания из давления. Также в комплекте идет инструкция по использованию автоклава и книга с рецептами домашних заготовок. Ну и в завершении уплотнительное кольцо укладывается в канавку на горловине. Сверху плотно и надежно устанавливается крышка. Крышка устанавливается так, чтобы приборы не мешали нашему коромыслу, при помощи которого мы будем эту крышку надежно крепить. И быстро, просто одним винтом в точности, так как это было все 22 года на автоклавах Беларусь, мы крепим нашу крышку и получаем надежную прочную герметичную конструкцию. Итак, благодаря новой конструкции мы контролируем температуру в баке, мы контролируем нашу безопасность при помощи манометра. Клапан сброса избыточного давления бережет нас от непредвиденных ситуаций. И штуцер позволяет создать в баке необходимое предварительное давление для того, чтобы наши банки остались герметично закрытыми, даже если не используются кассеты для фиксации крыши. Ну и что в итоге? В итоге мы видим, что новая Беларусь, Беларусь Люкс, сохранила все достоинства своего предшественника, его надежность, основательность, его более чем демократичную цену. При этом за счет модернизации крышки стала отвечать всем потребностям современного прихотливого пользователя. А у меня на этом все. Вы на канале Русская Дымка. Не переключайтесь, здесь интересно.